Вы не оригинал, а копия. Весь инстаграм начал потом переснимать то же самое. Экать, бэкать, как это так? Люди просто так, что ли, должны смотреть? Всем привет, ребят, добро пожаловать на мой ютуб-канал. Это Артём Сенаторов. И сегодня мы говорим на такую тему, как самые жёсткие фатальные ошибки в Reels. Да, на самом деле, снимать Reels — это хорошо, но если вы снимаете, вы должны делать это правильно. Правильно — это когда подписываются нужные люди. И вот сегодня мы поговорим о том, что вас, ну или не вас, а других экспертов от этого отделяет. Короче, шесть фатальных ошибок. Погнали! Но прежде чем мы приступим, небольшое объявление от меня. 18 и 19 ноября, прямо перед моим днём рождения, я проведу в онлайне, то есть в прямом эфире, двухдневный интенсив по Reels, где будет прям две разных темы. Первый день мы будем говорить «Тренд Reels», то есть куда это всё ведёт, что сейчас модно, что начинает работать, что, соответственно, перестало работать. А во второй день у нас будет программа действий. Я назвал второй день «Быстрый старт». То есть что прямо сейчас нужно делать, чтобы правильно всё получилось в Reels'ах. В общем, эти две темы, они вместе как единое целое. Всего 990 рублей, то есть меньше тысячи это стоит, совсем гуманная цена. По ссылке в описании переходите и оплачивайте. Мы с вами увидимся, буду отвечать на вопросы. Работаем вживую в онлайне 18-19 ноября. Впервые такое делаю. В общем, всё будет круто. Подтягивайтесь. А ещё у нас будет там презентация моей новой книги «Вопрос времени». И также поговорим про большой курс, про БК-5, пятый поток. Вот, всё. Возвращаемся к нашей теме. Первая и самая главная, наверное, ошибка – это погоня за просмотрами. Я не устану на эту тему разговаривать, потому что очень много людей считает, что Reels – это когда просмотров много, вот тогда круто. А если просмотров немного, то не очень круто. Я постоянно вижу различных экспертов, которые снимают видео только для того, чтобы именно просмотры набрать. Но при этом у них случается очень интересный инсайт, когда они, наконец, набирают просмотры. Выясняется, что с этих просмотров-то люди не особо покупают. Они даже не особо подписываются. Почему так происходит? Потому что вы, если снимаете видео не на свою какую-то тему экспертную, а просто вот что-то интересное, любопытное, смешное, то людям как бы интересно, любопытно, смешно, но при этом покупать и подписываться они не собираются. Если вы ходите по улице и людям какие-то вопросы задаёте, и они там тупят, то да, такой ролик он, может, наберёт просмотры. Вам с этого толку, какой вот вы психолог, например. Таким образом после этого люди на вас подпишутся, и что-то там на консультацию будет записываться. Никак это не произойдёт. Поэтому все ваши ролики, они должны быть в рамках вашей экспертизы. Ну, то есть вы пляшете вокруг плюс-минус одной темы, и да, это не хайпово, и это, может быть, не будет набирать огромное количество просмотров. Хотя у меня есть немало роликов-миллионников именно на экспертную тему, просто как бы это не суперчасто происходит. Но зато люди, которые смотрят эти ролики, они понимают, что вы разбираетесь в этой теме, они вас видят как эксперта по какому-то конкретному вопросу. И потом, когда у них потребность возникает в этой теме, они вспоминают про вас, к вам записываются. Вот так это работает. Поэтому просмотры есть двух типов. Есть мусорные просмотры, это когда вы что-то для хайпа делаете, и люди смотрят, такие, да, да, но ничего дальше не происходит. И есть целевые просмотры, это когда после них человек подписывается, ему интересно, он комментирует ваш ролик, кому-то пересылает, начинает следить за вами, как за экспертом. Здесь же рядом идет вторая ошибка, которая называется тупое копирование. Очень часто можно услышать такую рекомендацию, что вот вы найдите те ролики, которые уже выстрелили, и вот то же самое снимаете, и все нормально будет. Проблема в том, что если вы всегда просто снимаете то же самое, что уже выходило у других людей, то вы по своей натуре получаетесь вторичным. Вы не оригинал, а копия. И многие скажут, да нормально быть копией, нормально быть оригиналом. Вон, есть Гарри Поттер, а есть Таня Гроттер. Таня Гроттер тоже ничего, можно читать, только, собственно, тиражи там, извините, другие. Я хочу, чтобы вы задумались на одну единственную тему. Вот вы просто подумайте, окей, мы ищем экспертов, которые выкладывали ролики, и снимаем то же самое, что они. А почему вот эти эксперты, за которыми мы, собственно, смотрим, они нашли в себе смелость выложить что-то оригинальное? Они решили, что они достойны первыми что-то сказать. Не копировать и быть вторичным по своей природе, а набраться смелости, вот решимости, и сказать миру что-то, что ты скажешь первым. Я считаю, что очень важно быть оригинальным. Если твой аккаунт, это просто сборник всего, что уже выходило, и твоих идей там нет, то это тяжело. Конечно, ты можешь смотреть, что делают другие, как-то это все адаптировать под себя. Естественно, это один из способов. Я просто говорю, что вы должны немалый процент своих видео уделять оригинальным идеям, то есть тем идеям, которые от вас исходят впервые. И да, какие-то из этих идей не выстрелят, что-то людям не зайдет, с чем-то будут не согласны, но именно этот способ он и сделает из вас лидера ниши, потому что когда у вас наконец что-то выстрелит, именно вас будут копировать. Вот у меня в Рилс выходил ролик четыре типа клиентов. Он ролик миллионник, больше трех миллионов просмотров набрал. Что вы думаете? Весь Инстаграм начал потом переснимать то же самое. Некоторые прям вообще слово в слово. И да, у них что-то набиралось, ну, в принципе, какие-то просмотры они получали. Но это круто, что ли? Это вот реально стратегия такая, да, то есть просто брать и делать то, что делают другие? Я не против, если вы меня берут. Это я согласен. Берите ради бога, переснимайте все мои ролики слово в слово, потому что я новатор. Я делаю что-то новое, и я эту индустрию двигаю вперед. Если вы хотите копировать, ради бога, копируйте меня. Я не против. Но вы, если меня досмотрели до этой минуты, думаю, уже понимаете, что это не то, что вам нужно. Вы можете вдохновляться другими людьми, но не надо тупо копировать. Это делает вас вторичным. Еще раз скажу, не круто это. Не будете вы лидером ниши, если так все время поступаете. Ошибка номер три. Не показывать себя. Знаете, есть люди, которые показывают закаты, они показывают различных животных, пейзажей, какие-то еще что-то там, и на фоне что-то говорят. Нельзя так делать, вы должны быть в кадре. Я всегда это напоминаю, мы живем в эпоху личного бренда. Личное, это когда вы лично должны быть в кадре. Вас должны видеть, вас должны слушать, вас должны запоминать. Если вы из-за синдрома самозванца или по какой-то еще причине выбираете не быть в кадре, вас тогда и не запомнят нихрена. Это очень простая идея. Вы должны мелькать. Вот просто давайте такую идею вам дам базовую. Ваша задача в соцсетях мелькать, то есть быть на виду, не пропадать надолго. Как вы можете мелькать, если в ваших собственных видео вас нету. Вы должны там быть, поэтому отбросьте все сомнения, отбросьте все мысли о том, что ой, люди все вокруг говорящую голову снимают, потому все и снимают, что зрителям это нравится. Востребованный формат, и вы должны делать то же самое. Вы просто можете это делать по-своему, но формат людям заходит, поэтому показывайте свою голову, окей? Дальше у нас отсебятина в кадре. Это тоже частая ошибка. Ну, они все у нас тут частые, но я брал прям самые распространенные для этого видео. Что такое отсебятина в кадре? Вот у человека есть идея. Все, нужно выкладывать рилс. Я вот мотивировался, давайте буду каждый день что-то постить, окей. Ну, а дальше происходит следующее, что нужно что-то выдать. Человек берет телефон, что-то туда говорит, потоки, как он считает, что там, естественно, все понятно, очень полезно людям, да, и необходимо дальше так делать. Начинает это постить и ничего не происходит. Большущая проблема только если вы не профессиональный спикер. Вот если вы профессиональный спикер, вы сходу можете это все выдавать. Если вдруг у вас в этой вашей части экспертного бизнеса не очень большой опыт, вам придется трудно, потому что нужно формулировать мысли четко, то есть доносить идею в определенной последовательности одну за другой, с примерами, выводами и так далее. Старителлинг это все называется и гораздо проще это делать по конструктору сценариев. Конструктор сценариев это инструмент, который я придумал специально для тех, кто не профессиональный спикер, чтобы можно было за несколько строчек написать классный сценарий, его просто озвучить на камеру и тогда там все будет по местам, там все будет правильно. Так надо делать. И мои ученики набирают миллионы просмотров именно потому, что у них конструктор сценариев это основной инструмент, которым они пользуются. Нести от себя, тянув кадре, еще плюс экать, бэкать, вот это все, это влияет на просмотры в отрицательную сторону. То есть люди такое не хотят смотреть, они сразу берелистывают и толку мало от этого. Поэтому можно пользоваться конструктором, можно самостоятельно как-то писать сценарий, но гораздо лучше, когда у вас есть определенная последовательность, что вы изначально знаете, что хотите сказать, почему именно так, а что вы не хотите сказать. Это тоже очень важно. Иногда люди просто все пытаются впихнуть в один ролик, тоже ошибка, не надо так делать. Еще раз, 18 и 19 ноября у меня будет интенсив, 990 рублей стоит, просто супергуманная цена, где мы поговорим про то, что делать. Там будет быстрый старт, программа действий, сразу поймете, что нужно делать. Ссылка в описании, переходите. Следующая ошибка это навязчивые продажи. Знаете, что такое навязчивые? Навязчивые это постоянно. Вот постоянно человек что-то пытается продать. Каждый раз, в каждом ролике. К слову, если вы уж начали продавать, то продавайте по полной. Здесь стыдиться, ничего не нужно. Вот я, например, про свой интенсив 18 и 19, я уже два раза сказал за один этот ролик. Но в других своих роликах я ничего не говорил, ничего не продавал, ничего не предлагал даже. Ну, подписаться предлагал, но это у нас не продажа. Почему это нужно? Потому что если вы постоянно в каждом вашем видео что-то продаете, то эти видео будут восприниматься все как рекламные. Никто не хочет смотреть рекламу долго, да, это надоедает. Не нужно этим заниматься. Гораздо лучше, если вы даете много пользы, ничего не просите, просто вот отдаете все, что знаете. И потом, в какой-то момент, да, вы начинаете уже активно просить, активно предлагать, активно что-то там рекламировать, себя, например. И это уже другая история, потому что вы даете много интенсивного продвижения своих продуктов, например, но вы даете это короткое время, очень короткий период. Поэтому, если у вас идея в том, что вы должны в каждом своем ролике что-то предлагать, купить, иначе, а как это так? Люди просто так, что ли, должны смотреть? Да, они просто так должны смотреть. Вы конкурируете с огромным количеством других экспертов, вы конкурируете с огромным количеством других соцсетей. Вообще, с любым времяпрепровождением человека вы конкурируете с книгами, С Ютубом, с Нетфликсом И нужно, чтобы у вас было преимущество какое-то Чтобы люди выбирали смотреть именно вас Вот если вы даете классный контент Им кайфово, интересно И при этом это бесплатно И вы еще ничего не рекламируете В большинстве случаев Это и есть ваше преимущество И да, другая крайность Это когда человек вообще ничего не продает Так тоже не надо Мы все-таки делаем экспертный бизнес Если вы что-то ценное предлагаете Если вы уверены в своем предложении И считаете, что для человека это будет полезно Предложите Просто это еще раз Должно быть очень ограничено по времени Ну и наконец финальная ошибка Это отсутствие рычага Что такое рычаг? Это когда вы в других соцсетях Размещаете свои ролики Вот у меня за лето 23-го В Reels вышло 3 ролика миллионника Вот они набрали огромное количество просмотров Что вы думаете? Эти же ролики миллионники Вот те же самые Они стали так же миллионниками и в ТикТоке Как вы понимаете Пересечение Инстаграма и ТикТока Не очень здоровое Не очень огромное прям Другими словами Вероятно, это другие миллионы людей Которые обо мне тоже узнали И да, в ТикТоке не так просто продавать Как в Инстаграме Какая нахрен разница? Я выиграл от того Что миллионы людей в ТикТоке Увидели мое видео Я снял видео один единственный раз И потом уже я со своей командой Мы это разместили на всех площадках Как вы понимаете Это может быть YouTube Shorts Это может быть ТикТок Это может быть ВК Клипы Сейчас еще добавился Дзен Короче, очень много разных площадок В формате коротких видео Где вы загружаете одно и то же То есть я не понимаю людей Которые снимают Выкладывают Reels А в остальных соцсетях их нет В конце концов это можно делегировать У вас может быть какой-нибудь помощник Вы не самостоятельно этой механической работой занимаетесь А вот есть конкретный человек Который ответственный за то, чтобы каждый день Когда у вас выходит Reels В этот же день ролики появлялись Во всех других соцсетях Я постоянно говорю о том, что со 2 апреля 22 года Это уже полтора года У меня каждый день выходит Reels Соответственно, у меня практически каждый день Выходит и все остальное Представьте себе просто этот объем контента Объем просмотра Мы берем здесь количество Мы не хотим снять какой-то один Суперудачный ролик Который вот залетит И он изменит нашу жизнь Нет Мы снимаем очень много разных роликов Очень много Вот каждый день Просто мы щедро сеем, знаете Как вот семенами в землю Кидаем эти ролики Что-то из этого прорастает И окупает вообще все затраты Вот так это работает Большое количество попыток Чем больше попыток мы делаем Тем математически больше шанс На то, что у нас что-то получится Вот так я на это смотрю Ребят, вот такой у меня получился Обзор ошибок в Reels И, соответственно, коротких видео В целом Напишите в комментарии Может быть я что-то еще не запомнил Что-то еще не увидел Какие-то есть ошибки Которых я сам еще пока не заметил Но вы уже видите у других экспертов Или у вас, у самих вы что-то поняли Что работает плохо Я все комментарии на YouTube читаю Обязательно подписывайтесь Ставьте колокольчик Все, что там нужно сделать Лайк обязательно Мы увидимся с вами в следующих видео Я прощаюсь, но ненадолго Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok